Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Бемедбар, книга Бемедбар, День Иерусалима, очень много всяких праздников. И знаете, нам сегодня живущим выпала сомнительная такая честь лишиться множества сильнейших эмоций, множества инстинктов и не ощущать себя лишенцами. Потому что вот глядя на столицу государства Израиля, Иерусалим, старики сидят, вспоминаешь такое, Захария был пророк, когда еще вообще здесь ничего не было, он говорил, что будут сидеть старики и старуки на плащадях Иерусалима. Но ужас заключается в том, что мы не понимаем, чем отличается Иерусалим, который всегда говорили город, соединяющий в себе все от современного Иерусалима. Да он вроде бы как вот стоит город, мы не чувствуем ничего лишены, потому что там нет храма. Город вокруг Дома Всевышнего, где присутствие ощущалось, человек приходил в храм и видел, вот Бог, вот оно, вот так происходит, вот оно здесь все. Выходя из храма, у него пропадало вот это чувство раздвоенности. У нас этого нет. Верхний и Нижний Иерусалим, написано есть такой вот, всегда все, что есть внизу и сверху, есть Верхний Иерусалим. И вот Верхний Иерусалим, он как бы отошел от нас. Да, есть вот этот потрясающий золотой Иерусалим, Нижний, из туристических справочников, но и нет ничего, не дай Бог, плохого в красоте моего Иерусалима. Но вот эта фантомная боль в отрезанности Верхнего Иерусалима, она нами не ощущается, это очень плохо. Наша определяется с положением мудрецами, как двойное сокрытие. Ощутимое присутствие Всевышнего, не просто сокрыто, но и сам факт сокрытия сокрыт. И сбылся вот этот ужас проклятия, которое написано в непонимании, а в чем собственно проклятие, говорят люди. Вот, Иерусалим есть. Поэтому просят задуматься, мудрецы просят нас задуматься. Нам указано читать главу Бемидбар перед дарованием Торы, чтобы обрести такое ее понимание. Мешкан, вот там где слушали, это центр всего, это центр всего. Мешкан называется Мешкан свидетельства. Это центр должен быть нашей жизни. И так проверяется человек. Что у тебя было в центре, о чем ты говорил в первую очередь. Все остальные колена по кругу, и так должен строиться мир человека. Вокруг Мешкана, вокруг духовности, короче говоря. Прежде всего, вот духовность, а потом по кругу уже дальше. Сначала левиты, обучение Тора в центре, а потом уже жизнь обычная. Это есть верный взгляд, это мнение Торы. Написано, что нас судить будут через 120 лет. И в них трепета, именно вот потому, что стоял Лемешкан в центре нашей жизни. Ну, нам-то, которые учат сегодняшний урок, слышали, нам не надо бояться, мы учимся. Как говорил основатель Ешивы, Тарат Хаим, Раф Маше Соловейчик, мы поколение великой трагедии. У нас есть и много аспектов трагедии. Трагедия в целом состоит в том, что большинство народа живет не по Торе. Это больше, чем катастрофа. Один из аспектов этой трагедии заключается в том, что великое благословение, которое должны были получить с неба, всякие мудрости коллективные, там все это, все это, все это, используют не для постижения Торы, а, ну, как бы, разбазаривают на то, что в лучшем случае не запрещено, а в худшем находится под приемным запретом. К сожалению, так. Тора была дана всем, всем, и при этом каждый имеет значение сам по себе. В этом смысл пересчета, который был в этой недельной главе, все время считают людей. Для чего? Смысл пересчета по единицам, это, если часть народа не занимается Торой, считают там наверху, да, то меньше Тора открывается в мире, и на мир проливается что? Меньше света, все очень просто, да, и место света обязательно заполняется чем-то, а чем заполняется место, где нет света, мы знаем, да. Как сказано, если в яме нет воды, то там змеи и скорпионы. Когда в мире нет Торы, не хватает Тора, и место Торы заполняет скверно. И каждый раз, когда мы недоучили свою личную Тору, мы помогли миру заполниться скверно. Ни одному человеку не дано понять в этом мире, насколько его учеба, или вот его малейшее продвижение в духовности, да, исправляют все творения. Это скрыто от нас. Чтобы не лишать нас свободы выбора, значит, человек все делал. Наша задача следовать путями Всевышнего, путями Торы, нести свет в этот мир. Свет, который каждый из нас имеет, и каждому из нас выделен этот свет. Если мы его не раскрыли в мире, то это наша проблема, и мир становится темным. А потом мы спрашиваем, почему то, почему это. Начинать надо с себя, браховать слаха.